Добрый день, дорогие друзья! В послании президента Федеральному Собранию, как вы знаете, должны содержаться основные направления внутренней и внешней политики государства. Давайте вместе посмотрим, куда в этом году он послал страну. Это послание было в большей степени, чем обычно посвящено внутренней политике. В большей степени, это значит, несколько минут он об этом поговорил. Что уже хорошо. Наконец-то президент нашей страны обратил внимание, что социальное и экономическое развитие собственной страны имеет большее все-таки значение по сравнению с тем, что происходит в других странах. Так вот, главной задачей страны Путин видит реализацию национальных проектов. Уже в ближайшее время, в этом году, люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Тут у меня, конечно, возникает вопрос, а почему люди эти изменения до сих пор еще не почувствовали? Вроде же, Путину власти уже 20 лет, и что-то мешает ему решить вот эти вот основные проблемы. Следующая важная тема – здравоохранение. Знаю, что его нынешнее состояние, уровень доступности медицинской помощи, он, с одной стороны, вроде как растет, и действительно растет, но, тем не менее, многих граждан не устраивает. Вроде как растет, но не очень устраивает. Интересно, вот что же гражданам-то не нравится? Посмотрите на эти фотографии из 14-й больницы города Рязани. 2019 год, февраль, два дня до послания. Страна уже получила триллионы долларов нефтяных денег, а штукатурка в больнице все еще падает. И причем на голову пациента. А что же еще не устраивает все таких же придирчивых граждан? Где же еще есть отдельные недоработки на 20-м году правления? Люди предъявляют все больше, все более высокие требования к вопросам экологической безопасности. Обращаются к представителям власти всех уровней. Делают вид, что ничего не происходит. Уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан абсолютно недопустимо. Уходить в сторону и отмахиваться от требований недопустимо. А когда люди в отчаянии из-за выбросов со свалок выходят на улицу, а их разгоняет полиция, это допустимо? Или это не отмахиваться от проблемы? Или не отмахиваться от непроблемы? Судя по посланию, Путин видит отдельные недостатки в образовании, медицине, борьбе с бедностью, экономическом и технологическом развитии и так далее. Но, как нас уверяют, национальные проекты, ради которых вся страна затянет пояса, решат все эти проблемы. Наши проекты развития, они не федеральные, тем более не ведомственные. Они именно национальные. И их результаты должны быть видны в каждом субъекте федерации, в каждом муниципалитете. Правда, благостную картину уже после послания испортил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, цена всех данных в послании и путинских обещаний 100-120 миллиардов рублей, что для масштабового государства вообще сущие копейки. Мы только в Венесуэле каждый год отстегиваем больше денег. Один Роскосмос в год нецелевым образом тратит 700-800 миллиардов. Может быть, поэтому и не получается достичь всех этих благих национальных целей. Есть такой интересный документ, как мониторинг достижения национальных целей. Эта бумага подготовлена не оппозиционерами какими-то и не иностранными агентами, не дай бог, а Государственной счетной палатой. Вот есть национальная цель. Устойчивый рост населения. Что мы видим в документе счетной палаты? В 2017 году минус 135 тысяч человек. На настоящий момент минус 218 тысяч человек. Можно ли считать это устойчивым ростом? Или неустойчивым? Или устойчивым, но не ростом? Также устойчиво должны расти доходы и пенсии. А что на практике? 0,3% роста доходов и 0,8% роста пенсии. Просто вот, чтобы вы понимали. Если ваша зарплата 10 тысяч рублей, что у нас в стране, к слову, пока еще совсем даже и не редкость, 0,3% роста – это 10 тысяч аж и 30 рублей. Вот я бы это ростом постеснялся назвать. Неустойчивым, никаким другим. А посмотрите на другой показатель – инфляцию. Она должна быть не выше 4%, но уже превысила 4,3%. Вот эти вот 0,3% они вам ничего не напоминают, нет? А я бы еще вычел инфляцию из роста зарплаты, потому что на самом деле реальная инфляция в разы выше. И тогда на самом деле мы имеем существенное падение доходов, а не их незначительный рост. И на самом деле каждый человек прекрасно видит это в своем кошельке. Цены растут, зарплаты хорошо, если не падают. И такое расхождение по всем национальным целям – экономика, технологическое развитие, увеличение продолжительности жизни, снижение бедности – все ухудшается на самом деле. И это не моя оценка. Счетная палата. А кто же виноват, что дела с национальными проектами обстоят не очень? Кто этот вредитель? Наши задачи уносят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это все прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени на раскачку, на дальнейшие утряски и уязки просто нет. Вообще мы этот период, считаю, прошли. Формирование задач и инструментов достижения цели. Вам не кажется, что эти слова уместны для человека, который пришел бы к власти год-два, ну, три назад? Как может человек, который за 20 лет не смог наладить жизнь в стране, говорить, что времени на раскачку нет? Чем же вы тогда 20 лет-то занимались? Нам постоянно говорят о наследии проклятых 90-х, но между распадом СССР и приходом Путина к власти прошло, знаете, сколько? Семь лет, если мы говорим о том времени, когда он стал председателем правительства. Семь лет. Что же можно было за семь лет так испортить, если самый лучший руководитель мира, Владимир Владимирович Путин, который, к слову, в проклятые 90-е был тоже в Кремле. Сначала занимался контрольным управлением, потом стал директором ФСБ, так что он тоже где-то был рядом. Так вот, этот самый замечательный руководитель не может это исправить уже 20 лет. За 20 лет, с 45-го по 65-й, Германия полностью восстановила разрушенную войной экономику и вышла на лидирующие позиции в Европе. За 20 лет, с 60-го по 80-й год, внутренний валовый продукт на душу населения в Южной Корее вырос в 20 раз. За 20 лет, с 99-го по 2019-й год, темпы роста ВВП в России сократились с 6,5 в проклятые 90-е. До 1,5%. Мы растем медленнее благополучных США и Европы. Мы со своими запасами дорогущих нефти и газа безнадежно, на порядке отстали от Китая. Мы проиграли Бразилии и другим развивающимся странам. И все это под мудрым руководством. Человека, который будет президентом как минимум до 2024-го года. А если, дай бог ему здоровья, он останется еще лет на 10-20. Будет ли тогда Россия вообще? А ведь, судя по его сегодняшнему посланию, он хотел бы оставаться вечно. Несменяемый лидер проигрывает конкуренцию своим переизбираемым коллегам по всему миру. Путин теряет связь с реальностью. Он не понимает и не чувствует страну. Не отвечает за стоящие перед ней задачи. Посмотрите. Сегодняшнее послание только называется социальным. На самом деле, как я уже сказал, социальная часть там всего каких-то 2 миллиарда долларов. Что такое 2 миллиарда долларов для огромной страны? А вот новые ракеты, новые средства уничтожения – это то, о чем он говорит с огромным удовольствием. Это вот суицидальная часть его послания, она повторяется и расширяется по сравнению с той, которая была в прошлом году. Нам опять всем предлагают переселиться в рай. Это то, к чему сегодня на самом деле стремится страна. Или стране на самом-то деле хотелось бы жить лучше на земле. Сегодняшним своим посланием Путин не решает ни одной проблемы. Не отвечает ни на один современный вызов. А посылает страну в исторический тупик. Из которого нам с каждым годом будет все сложнее и сложнее выбраться. А так, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok